Всем привет дорогие друзья! У нас сегодня 7 мая, как всегда ежедневное видео, ежедневный влог. Сегодня у нас опять обещают дождь, но второе поле не дня, поэтому едем на дачу. Сейчас я иду в фикс прайс, хочу купить кое-какие там бывают такие горшки интересные, для того чтобы пересадить бакапу, который я вчера купила. Я вчера сказала бакала, неправильно прочитала. Бакопа называется вот это вот растение. В общем сейчас быстро фикс прайс и затем все вместе с вами на дачу. Вот я видела очень красиво декорируют вот в таких вот корзинках цветы. Ну то есть ставят сюда кашпо и вот так вот подвешивают. 199 рублей такая штука стоит. Ну вот я возьму корзиночку. Ваня как всегда просил ему купить какую-нибудь игрушечку, что-нибудь интересное. Возьму ему сейчас мыльные пузыри. А, это какая-то масса. Так, ну а я, собственно говоря, вот сад-огород сейчас посмотреть, что есть. Здесь в фикс прайсе иногда можно встретить что-нибудь полезное. Вон сетка противомоскитная, 99 рублей всего стоит. Вот это, смотрите, шланг поливочный. Пистолет, распылитель. Смотрите, как удобно-то. Термометр садовый. А, вот это вот от птиц, кстати, штука. Вот эта штука от птиц. Ветряная мельница. И как украшение тоже. Можно взять. Вот, смотрите, тоже для цветов симпатичная штука. Декоративные вот эти вот заборчики. Ну, здесь цены 99 рублей, 199,77. То есть дешевый вариант. Клипсы для подвязки. Тоже пригодится. 55 рублей. Это что такое? Тоже подвязка для растений. Перчатки. Решетки, кстати, смотрите. Псачки есть. И есть удобрения. От болезней. По 27 рублей. Кстати, новая цена фикс прайсе. Ну, я такой не видела. Амино-кислоты какие-то для растений. Для наращивания полезной микрофлоры. И даже продаются, смотрите, кустики по 199 рублей. Чаровница смородина. Крыжовник. Не знаю, правда, вот. Хорошие нет. От сорняков. Средства. Целая коробка. От сорняков. Для защиты растений от бактериальных болезней. Мягкое удобрение. Гуми-Они. Цветы садовые универсальные. Много-много всяких полезных мелочей. Я вот здесь вот эти корзины, думаю, где-то же я вот их видела. Смотрите, какие корзины. Ну, я имею в виду корзины, кашпо. Вот какая прелесть. На веревке. Кашпо садовое. Посмотрите, какая красота. Посадить сюда. Вот это вот 199 рублей. Стоят вот такие вот. Я сегодня за ними сюда специально пришла. Так, а это что такое? Органическое тоже удобрение какое-то. Восстанавливает плодородие почвы. Выгодно до 10 метров. Тоже можно взять. Нашатырный спирт. Биомастер какой-то. Много всего интересного. Как всегда и для детей в том числе. Ваня сказал, без игрушки, мама, не приходи. Игрушка летающий шар. Тоже какая-то штука интересная можно взять. Так, ну что. Все себе необходимое я взяла. Корзину взяла. Сейчас зайти еще за ягодой. А, я маски хотела, кстати, посмотреть. Ну, масок, наверное, скорее всего, конечно, нет. Шекспрайс весь полный. Чего здесь только нет. И эластичная лента, смотрите, для тренировок. И зеркала. И много-много всего. Приехали на дачу. Мама меня не дождалась. Она мне с утра уже звонит. Она здесь с раннего утра. Не надо сейчас переодеть. Трава чавкает. Переодеть эти ботинки. Не дождалась. Говорит, можно я посажу? Ты же все равно, говорит, не сможешь его посадить так, как надо. И вот, в общем-то, посадим. Мам, мне сказали, что листья, которые у него пожухшие, надо отрезать. Ну, да. Иначе плохо будет. Сейчас я, наверное, возьму эти. Но ты сажала все по правилам, да? То есть нужны вот такие вот опалы, это называется. Хвойный опал. Опат. Да, опат. То есть туда, в лунку опат этот. Очень хорошие эти вилы. Очень. Вилы хорошие. Ты заценила, да? И здесь скопала под грушей, понимаешь? Очень даже. Но я сейчас тоже хочу там еще кое-что скопать. Но дело в том, что мне надо сейчас еще пересадить. Нету керамзита. Керамзита у нас нет, случайно? Есть немножко. Что-то я хотела? Пойдем покажу тебе. Я сейчас купила в этом. В фикс прайсе. Сейчас пойду к лумбе. Сейчас тебе хочу показать. Так, а что мне помыть-то, а? Я не знаю. Ну, не знаю. Посмотри, где. Чего? Я вот, видишь, купила сегодня в фикс прайсе. Сейчас покажу. Вот эти вот. По 77 рублей. Там клубника уже мытая. Вот в этом. Открывай. Так. Мама там клубку посадила. Ну, красота. Это они теноглазки, да? Да, они теноглазки. Это петунья. Но петунья только посадила. Ага. А чем у тебя сверху таким белым посыпано? Это перелит. Это перелит. Как это называется? Ага. Это специально для... Вот. И смотри. Я сейчас смотрела, как это. Бакопа. Бакопа. Я вчера купила-то вот эту. Что вот сюда хочу посадить. Но сюда нужно на дно керамзит. Я тебе сейчас дам. Керамзит. И земля там еще осталась, которую мы с Оксаной взяли. Большой пакет. А как же, конечно. И землю сейчас сюда. Он улетит так воздух. Ваня купилась у нее в Фикс Прайсе вот такую штуку летающую. Ваня, а если она здесь в телевизору летит? Нет. Ты на воздухе вот здесь вот ее запускай. Пусть она у тебя летает. Она от руки работает. Как от руки? Дождь стоит. 99 или 199 стоит. Дождь опять пошел. Что, не летит? Летит. Она уже села. Нет, она не села. Я села. Она тоже летит. Это же Фикс Прайс. Фикс Прайс по большему счету все. Фикс Прайс все по большему счету одноразовое. Но тем не менее, можно найти такие достойные штуки. В частности, я сегодня купила вот такие вот контейнеры по 77 рублей. Для дач прям вообще самое оно. Сейчас вот эту вертуху поставим по 77 рублей. Как украшение. Вот это купила как, ну не как, а коврик для вот этих чашек. Потому что чашки сейчас стоят на доске разделочной. Чтобы вот влажность лишнего ходила сюда. Чтобы было все уютно и хорошо. Ваньке купила мыльные пузыри. Также купила какой-то интересный стакан. Мы сейчас с ним разберемся. С стаканом, что это такое. Стакан, игрушка какой-то. Так, себе под кофе взяла чашку. Вот от Вани еще какая-то игруха. Потому что, по-моему, скучно не было. Какие-то для цветов аминокислоты вот такие вот взяла. Взяла вот такую вот тоже. Восстанавливает плодородие почвы. Сейчас нужно почитать, что это такое за хозяин батюшка. Сейчас маме дам почитать. Сама почитаем. Так, дальше. Ваня, он такую какую-то еще игруху купил. Чтоб он у меня играл. Ну и прищепки купила. Так, вот это вот сейчас беру. Перчатки беру. И иду пересаживать. Перчаток у нас здесь. Как у работников торговли. Много перчаток. Сама посадила. Ну она мне вот, видите, не вытерпела. Посадила. Гортензия. Но мама, ну давай сюда будем сажать. Я, смотрите, тут вот еще штуку одну купила. Да ну бог с ним, с дождем. Мам, вот такое вот, смотри, органическое удобрение купила. Может его тоже перемешать вот с компостом, ну вот с этим, с землей. Здесь написано, смотри, что куриный помет, природный эликсир, плодородие, гуми, микроэлементы какие-то. Нет, это не надо. Это мы будем поливать. Так это земля, при чем здесь поливать? Это земля. Это земля, ну как тут, с пометом. Ну вот, на это самое добавить. Можно по госу. Вот, а вот землю мы купили. Или может быть достаточно этой земли. Это да, вообще-то это достаточно. Ну ладно, сейчас я насыпаю в горшок. Что нужно его воткнуть внутрь, чтобы земля была поднима. Знаешь, мама всегда говорит, дождь идет, а мы скирдуем. Ну вот я два вида. А, я думала, ты за грибами собралась. Это у тебя такие лукошки ты купила? Какие лукошки? Ну вот куда сажать сейчас. Ну я же тебе и говорю, а ты что думаешь? А я думала, грибы и ягоду пойдем. Это кашко. Вниз я керамзит положила. А где, мам, ты нашла, да, керамзит? Да. Ну немножко было там. Не нравится, вот у мамы у нашей есть все. А мы сейчас заехали специально в садовый концерт. А у нее нет. Рыжий, такой мешка. Ну я садилась со всех мешков. А чем они отличаются, мешки-то? Ну это торфиная. Это торф, а это земля. Мы лучше, да, землю взяли сейчас? Да нет, он нужен и тут, и тут. Все, Лена, хватит. И для того нужно, а для того я нужен. Так, значит, достаем все это дело. Сегодня мама уже провела горшок. Ты можешь буду садить. А мне знаешь, что сказали, что корни надо как-то вот так вот расправлять. Да ничего не надо. Да садить так. А не сами распрямишься. Да. Ну а я сегодня людей слушаю. А я всю жизнь цветы сажаю. У меня видела, какие орхидеи и какие... Нужно получше прижать. Ты дырочку сделала? Какую дырочку? Вот смотри. Вот эти вот, например. Подожди, подожди, получше прижать надо. Чтобы не было, сказали, чтобы не было пустоты. Ой, какие красивые. Я же теперь начинающий садовод-любитель. Я теперь слушаю все, что говорят. Молодец. И смотрю. Не, ну у меня еще, конечно, не очень получается. Ну, сейчас мама другой поставит. Тут перчатка? Давай. Ой, дождь сейчас как раз очень хорошо прольет, но их все равно надо пролить. Они будут у нас подвешены? Дождь, говорят, сегодня будет. Да можно, наверное, поставить просто. Я так думаю. Земли много, да? Дождь, говорят, будет сегодня очень много. Дождя, Лена, надо набирать полные... Мне кажется, нормально, тут сгниют. Мне кажется, надо бочки налить полные, чтобы дом мыть. А они почему-то как раз таки любят. Слышишь, Лена, сейчас можно керхер и мыть, мыть дом, пока дождь идет. Да. Все, Лена, хватит. Ну как же, хватит, если тут вот пустота у тебя. Ничего не пустота, надо прижать просто, вот прижать и все. Посмотри, какую красоту мама вешает, смотри. Ой, шикардос. Вот это Лена молодец, смотрите. Ну нет, главное, чтобы он привозит. А красиво, какие горшки. Говорят, что, видишь, я еще вот защипывать не умею, что его как-то нужно правильно защипывать, и тогда он будет шапкой прям... Что, у тебя улетел? Сейчас достанем. Куда улетел? Он крапиву улетел. Ну сейчас достанем, господи. Пойдем посмотрим, покажи, давай, где. Оттуда. Давай, давай. Господи, ты вот этот, испугался вот этой крапивы. Господи. Мне в твои, Ванька, задачи. Держи. Давай, беги. Везде. Давай, беседку. Давайте, Лена, намокните все. Дождь пошел еще сильней. Пока что вот так вот я его привязала. Но сейчас подождем это очень сложно сделать. В смысле, я и так уже вся мокрая. А мы побудем или поедем? Да сейчас, наверное, поедем. Смотри, какой дождин. И второй вот сюда вот. На него здесь практически не капает дождь, а ему нужно дождь. Сейчас, значит, его тоже нужно куда-то перевесить, чтобы дождь был на какую-нибудь... А Юра собирался ехать, что ли? Так, на какую-нибудь надо крепкую ветку повесить. Вот так вот. Во! Вот здесь вот он будет под дождем. И здесь будет под дождем, и здесь. Но сейчас прямо у нас что-то в Подмосковье, что-то с чем-то творится. Ну, посмотрите. Дождь уже сегодня, я говорю, четвертый день. Уже вот тазы стоят, уже даже набрались. А это у нас на выброс мы сюда бросили. Здесь лавку вот эту вот укрыли. Я хотела кофе сварить. Привезла клубники, думаю, сейчас кофе сварить. Все мокрые, как эти. Ну, и что, слушай. Сейчас и поедем. У тебя, отлично, поедем на работу. Слушала, еще 2-3 дня дождь, и будет такая погода. Жарища, да? 22 градуса. Поэтому нам надо в такую погоду с тобой помыть дом, пока что в воду с колосами. Видишь, ввиду под дождем мыть? Под дождем думать, что в воду. Но там столько воды. Мне сегодня такую баню скинули, сейчас я фотки покажу. Что баню за, сколько, за 280 тысяч, по-моему, написали. Финансово, иначе баню купить не слила. Ну, не, ну, 280 тысяч, это ж не миллион. Так, ладно, варю кофе. Вань, пока у меня кофе варится, что это у тебя за штука? Дай хоть посмотреть. Баскетбол. А, баскетбол там попадать надо, да? А в стакане, посмотри, что это за стакан. Стакан тебе, кстати, купила. Тебе стакан купила. Почему ты говоришь, что тебе стакан купила? Нет, я тебе сказала, что я себе вот купила кофейный под кофе, так как я любитель кофе. Я бы тебе про это говорила. А, тебе, да, стакан. А ты про... Я знаю, я же его тут поставила. Ух ты, какой стакан. Это тоже баскетбол. Это тоже баскетбол, вот тебе, чтобы ты пила отсюда. А, тут, наверное, надо пить и забрасывать какой-нибудь мяч. Когда ты будешь пить или дуть. Мячка нет. Ну, что ты там... Тихо, Ваня, сейчас поломаешь уже. Нет, ну там мячик нарисуй. Играя в футбол, соревнуйся с друзьями. Что-то там нужно делать. А, вот эту штуку, наверное, как-то выдвигать, что ли? Нет, это трубочка у тебя. Ну, давай, разбирайся. Покажи, в чем здесь фишка. Фишка в чем-то должна быть. Я их пили, пошел, пошел, посыл. Еще пошел. Да не, 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 самое главное, мам, я вот думаю, ну, выдержит, наверное, да, эти корзины с цветами. Зря ты сейчас их изнесли. Они, я тебе еще раз говорю, это болотные цветы, я прочитала, они на болоте растут, им нужно много-много воды, прям много воды. Как ты не можешь понять, они любят? Это самые корни, корни не загниют, и дальше они не будут, как-то сказать. Так они, ну, ты пойми, что они должны быть в воде. Мы даже с тобой не пролили, ты только пролила цветок, а землю не пролили из-за дождя. Я водяной, я водяной. Поэтому, ну, посмотрим с вами, что. Я скажу лучше погоду. Я, это, как Оксана, я одно время советовала клубикусы. А-а-а. И точно так же я тебе говорю. Послушайте погоду. Давай. Огласите. Сегодня 7 мая дождь, плюс 18. Завтра, 8 мая, будет еще холоднее, плюс 13. Ой, завтра на дачу точно не едем, значит. 9 мая будет еще холоднее, 11 градусов, дождь. И только с воскресенья начнет теплесть, 10 мая, плюс 14. Можно? Можно, конечно. Не расстраивайтесь, потому что понедельник и вторник будет плюс 18 без дождя. Слушай, может быть, тебе на первом канале погоду вести тебя бы взяли? Ну, не расстраивайтесь. Такие новости нам принесла, что завтра дождь, холодильник, дождь. Везде нужно искать позитивы. Если завтра точно на даче, значит, будет светло дома. Значит, будет уборка дома, да? Уборка дома. Да, 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 да. Везде еще позитив. Не здесь там и травка подлежит. Да, я согласна. А ну, картензия, вот это вот, если мы сейчас не обрежем листья, ничего страшного? Может, сейчас обрезать пока? Нет, ничего страшного. Сейчас он еще будет приживаться к новому месту. Мы листики, которые коричневые, обрежем с тобой. Говорят, что нужно поливать... Подожди, что же мне написали? Кислым, это и уксусом можно разговаривать. Не-не-не, какие-то, какое-то слово, я даже такое слово не знаю. Подождите, надо сейчас потом открыть комментарий, почитать. Не-не-не, квасцами, нет, это не голубая. Это не голубая. Я тебе сказала метельчатые, а это не метельчатые, что ли, или как? А там что написали? Одна единственная была. Скажи, Оксан, другой не было. Метельчатые, не переживай. Мне вот советуют, говорят, купить и то, купить и то. А где купить? Вот единственный Дарвин открыт, и тот, слава богу, что открыт. А все остальное, это закрыто у нас. Мерлен обычно всегда в Мерлене, либо в Оби. А мне, знаете, что написали люди? Что, оказывается, Оби, в общем, написали на Мерлен, что Мерлен, когда был открыт, что в Мерлене не... И поэтому Мерлен закрыли. Пойду я это... Это называется «Брат брату». Не, ну а как, зависть же, правильно у людей, зависть и, соответственно, как бы они... Сейчас Юра его научила, вчера смотрели на ночь фильм, перевод с немецкого называется. Ну, опять про диверсантов. До этого фильм шоу «Черное море» про диверсантов. Ну, телезр большой, это не для фона. Я вот хочу сказать, сколько в войну, и перед началом войны, ну и сейчас, вообще предатели, вот тогда вот. Мы быстрее войну... Так, а и сейчас то же самое. Да я слежу, слежу. Вот свои же люди, да, там добавили. Вот война понедельная. А сейчас также соседи докладывают на других, что они гуляют на площадках, полицию вызывают. Сидят, слышите? Вот сидят и вот вызывают полицию. Зря с Еленой это как-то. Что? Гром звенит, давайте уже поедем. Да сейчас поедем, кофе сварится. Это не гром, а самолет летит. Что-то все за них переживаешь. Вот посмотрим. Они, я тебе еще раз говорю, они любят очень сильно влагу. Да, вон я тебе налила. Чай. Отведай. Чая. Ну пусть он чай попьет здесь-то, господи, это боже мой. Нет, дело... Ну, сейчас мы допиваем, мы идем. Три минуты, три. Бегом-бегом. Сказываю вам сегодняшний мой ужин. То есть, я выбрала для себя вот это вот интервальное питание. То есть, 6 через 18. Но калории я уменьшила. То есть, салат помидоры, огурцы. И вот такие вот хлебцы, тонкие, много зерновые с рыбой. Вот это вот мой ужин. И, возможно, позволю себе еще вот немного ягод. И вот это вот все. В итоге показываю нас. Под замерзли. Ваня под одеялкой лежит. В цивилизацию пытается играть. Не, я уже слышу. Ругается. Там все на английском, говорит. И я в пледе уже укутанная. Ну, не знаю. Ну, не везет нам с этой погодой. Прям вообще. Ну, не то, что не везет. Она, конечно, нормализуется. Оксана вам сегодня зачитала. Но хочется быстрее сразу. А, ну, видите. И такая дребедень, целый день, целый день. Вот сейчас временное затишье на какое-то время. Хотя нет, моросит там. Даша меня охраняет. У нее там мясо размораживается. Она меня охраняет. Мало ли, вдруг, вдруг Елена Сергеевна не даст или забудет. Да, Даша? Ваня себе, смотрите, соорудил для мышки из книжки подставку. Ну, придется ему еще вот такой... Я просто, понимаете, здесь как бы комната не очень большая. И мне не хотелось ее заставлять. То есть, мне казалось, что одного кресла, маленького столика, здесь достаточно. Ну, и, соответственно, как бы дивана. То есть, нас здесь всего лишь трое. Ну, бывает иногда гости. Ну, есть стулья. Ну, в общем, пришлось поставить кресло. На этом кресле, кстати, очень часто сидит Даша. Я его застилаю от нее, потому что там остается шерсть. Надо было все-таки в таком варианте брать. В таком не стало из-за того, что прилипаешь. Тоже приходится застилать, прилипаешь. Вот, в общем, не знаешь, что правильно. И у Вани, вон он, видите, стоит ноутбук. Он со мной тут рядом пристраивается. То есть, нужно ему тоже какой-то такой столик покупать. Придется еще раз заказывать все языки. И Даша, ну, ты, может быть, отсюда как-то отойдешь? Я понимаю, что ты боишься, меня охраняешь. Ну, это ж мое место. Вот. Вот она, видите, я в пледе. Несу в другой ноутбук мышку. Так, уютненько, Ваня. У кого какие проблемы? У Вани несколько ноутбуков. А мышка одна. И, соответственно, он переставляет мышки от одного к другому. Ой, не знаю. Так, вроде бы, на даче я говорила, не холодно, не холодно. Но промокли до нитки. Казалось бы, вроде бы, не особо сильная дождь. А промокаешь сразу же. Моментально. Смотрю Турцию, облизываю. Сейчас вот канал Арина Белая. Моя машинка слабилась. Ой, как же печально, машинка сломалась. А вот уже смотрю рекламу. Ну, как они, видимо, попросили, что ли, показать отель им разрешили. Как и мы тоже подходили. И такой отельчик уютный. Я бы сейчас, вот, допустим, если бы границы открыли. Ну, вот, если бы была возможность, да, если бы до компании. Ну, не лезь, Даша, пожалуйста. То есть, как бы, понятно, что все еще это будет для нас не скоро, когда нас там, для нас откроют границу. И не все смогут поехать, потому что будет дорого. Что чартеров, скорее всего, не будет. Будут обычные рейсы. Это будет все гораздо дороже. Ну, и, соответственно, гостиницы, так как половина, ну, как вот сейчас, я думаю, что все слышали, да, что будет меньше номерного фонда, соответственно, как бы, меньше, меньше заполняемость в отеле. То есть, скорее всего, эти траты все, то есть увеличение количества персонала лягут на туристов, потому что, ну, как бы, иначе, иначе будет невыгодно работать, собственно говоря, да. Вот, поэтому отдых подорожает. И я так думаю, что, скорее всего, мне, допустим, о пятерке придется забыть, потому что будет стоимость где-нибудь там под 300 тысяч. Ну, я так думаю, это предположения такие. А вот какие-нибудь там трешечки или четверки, ну, даже, возможно, тройки с завтраками, то это вполне возможно. И вот этот отель, который показывает, мне очень нравится его расположение, очень хорошее в районе. И вообще, я вот для себя поняла и сделала вывод, что вот мне очень понравилось именно в самих вот в этих городках, да, либо в Анталии, либо в Алании, в самих городах. То есть, это интересно, то есть, ты днем, день проводишь на море, а вечер у тебя есть возможность пойти погулять по городу. Вот это вот очень-очень большой плюс. Ну, и, соответственно, сейчас будут пользоваться популярностью отели такие более уединенные, где не такое большое количество людей и так далее. Если опять-таки эти отели вот выживут за все это время, потому что я уже заходила на сайт недвижимости там по продаже, да, в Турции, ну, просто ради интереса, и видела, что уже продаются некоторые отели. Уже вот отель, я не поняла, честно говоря, какой это отель, но находится он, где Кремлин. Вот как бы это не Венеция, продажа была выстрелена на продажу, то есть уже люди не справляются, потому что несколько месяцев отели простаивают. Вань, ты что, решил дома кросс устроить, что ли? Вот. Ну, а на этом у меня сегодня все. Спасибо большое за то, что вы, как всегда, с нами, за то, что смотрите, за то, что комментируете. Всем, как всегда, желаю. Ваня, Вань, Вань, ну, может, хватит? Даша уже, по-моему, от тебя в шоке. Просто в шоке от тебя. Хватит уже носиться. Хватит. У тебя, кстати, там таймер идет, и тебе совсем скоро уже делать задание. Через 22 минуты. Да, через 22 минуты. Всем, как всегда, здоровья, удачи, добра, позитива. Обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Пока-пока. Вышла прям уже совсем вечером в магазин. Ваньки за Агушей. Он же Агушу не может без нее жить. И хочу вам показать зеленоград вечером. То есть, в общем, все плевать хотели на все запреты. Потому что нереально сидеть дома. И от прожитых лет Все равно ты себе не изменишь И от жизни возьмешь Только то, что тебе даст Господь И ни больше, ни меньше Огляни за собой Сколько в жизни сплелось Сколько судеб к тебе прикоснулось Пусть полжизни прошло Как у всех на ось И удача другим улыбнулась Поговорим за жизнь Без трепа, без пустого Есть слово тут, друзей Честное слово Поговорим за жизнь Без трепа, без пустого Есть слово тут, друзей Честное слово Расскажи о себе Эта жизнь не кино И не важно, кто выйдет героем Сцены жизни своей Как картинки из снов Иногда не дают нам покоя Словно был ты собой А быть может не ты Из вчерашнего в мир этот вышел Ведь полжизни ушло Как у всех на понты А хотелось, чтоб кто-то услышал Поговорим за жизнь Без трепа, без пустого Есть слово тут, друзей Честное слово Поговорим за жизнь Без трепа, без пустого